друзья всем привет с вами я александр сегодня ко мне на стол попал смартфон от бренда hot wav впервые с этим брендом я столкнулся пару лет назад тогда я тестировал две модели защищенных смартфонов один из них оказался посредственным 2 очень даже неплохим и до сих пор трудится у моего отца но сегодня я хочу представить вам обзор бюджетного смартфона hot wav но 13 pro начнем как всегда с упаковки комплектации поставляется аппарат в такой бордовой коробочке с надписью ноут и логотипом бренда hot wav внутри мы находим такую достаточно фэн-шуйную комплектацию в виде конвертика в котором обнаружится т.п.у. бампер защитное стекло а также имеется зарядка мощностью 18 ватт и кабель из витой пси ну и документация сам аппарат как только берешь его в руки сразу понятно чем собственно вдохновлялись создатели этого устройства и легко угадывается яблочный дизайн в этом аппарате кому-то возможно такое нравится я считаю такое прямое копирование немножко уже устаревшим приемом и никакой потребительский интерес мне кажется это привлечь не способна но тем не менее материалы из которых выполн аппарат вот очень приятный на ощупь матовый пластик рамка сделана по технологии ncbm то есть металлизированный пластик как на infinex как на многих других аппаратах сейчас в основе лежит металлическая рама качество сборки не самое лучшее по той простой причине что мы слышим похрустывание проклейки аккумулятора но собственно такие похрустывания мы слышали на совсем не бюджетном пока f5 поэтому ультрабюджетку за это пинать не будем тем более что жесткость на скручивание очень хорошая камера 3 окошко на самом деле вот основная вот этот вспомогательный 008 а здесь у нас заглушка есть также ничего нет вот под этим окошком там где у айфона лидар находится вспышка имеется на правой стороне кнопка включения она же сканер отпечатка пальца качелька громкости сверху совершенно ничего нет на левой стороне находится разъем для установки sim-карт он если я не ошибаюсь дайкон гибридный можно установить либо две сим-карты либо одну сим-карту и карту памяти снизу присутствует две решетки под одной из них открывается микрофон под другой динамик и посередине usb type sim 35 миллиметра у этого смартфона нету из минусов могу ответить что рамка ну как у всех подобных устройств сильно заляпывается а также заляпываются окошки камер основных почему здесь не сделали а фоку непонятно в отличие от фронтальной части здесь наклеена пленка не смотрите отпечатки на не видно очень сильно а вот здесь вот на вырезе где установлена камера фронтальная видно что алиофобка есть отпечатки здесь не остаются светодиода уведомлений у аппарата нету здесь у нас решетка динамика разговорного и датчики освещения приближения присутствует размеры аппарата не сказать что очень маленькие для такой диагонали толщина составляет 9 5 миллиметров и вес 220 грамм экран смартфона имеет диагональ 6,6 дюйма это ps матрица с разрешением 1612 на 720 точек то есть hd плюс плотность пикселей 269 ppi ярко заявленным производителем 500 нет по факту несколько больше и частота обновления поддерживается до 90 герц экран простой но при этом имеет хорошую цветопередачу я бы сказал очень хорошую максимальные углы обзора и достаточный запас яркости на солнце вот так вот выглядит максимум сейчас у вас на экранах я вижу пересвет по моим наблюдениям это порядка 550 нит что для ультрабюджетника очень даже неплохо мультитач в смартфоне на 1010 касаний частота дискретизации сенсорного слоя у нас хорошая я думаю что это порядка 180 герц потому что никаких явных ступенек даже при быстром перемещении не заметно ну и touch в целом точный никаких проблем с ним у меня не было за время эксплуатации в качестве основы для данного аппарата была выбрана на кристальная система вот и унисок это тайгер т606 12 техпроцесс 8 процессорных ядер два из них кортекса 75 и 6 кортекса 55 частота до 1 и 6 гигагерцам графический ускоритель малиджи 57 mc1 оперативная память стандарт lpdr 4x ее в смартфоне 8 гигабайт и накопитель стандарта уфс на 256 гигабайт показывающий вполне неплохие характеристики скоростные и у меня есть основания полагать что это уфс 2.2 гикбенч 6 производительность центральных ядер и gfx бенчмарк производительность графической подсистемы вполне типичные для этой однокристальной системы это однако стал к по моему мнению является тем минимум который необходим для нормальной работы смартфона и запуска всех приложений что касательно игр простые идут без проблем а вот тяжелые конечно только на низких настройках правда при игре в паб g ощущается очень жесткий input lag то есть смартфон начинает очень медленно отзываться на ваши касания причем таких проблем в принципе на этом чипе не наблюдалось я играл даже на full hd разрешение на планшетах паб g и там никаких проблем не было не это же вот второй смартфон до этого был еще кубот где папа показывает именно вот такой странный результат и это точно не перегрев поскольку в троттлинг тесте аппарат показывает прекрасные результаты и никакого падения производительности не наблюдается при этом в каком-нибудь простиком сабвей серфере проблем никаких не наблюдается не ста чем не с тормозами в общем все нормально все прилично с чем связана такая проблема честно говоря пока не знаю возможно это новая версия пабу так себя показывает на этих процессорах датчики в данном аппарате на них серьезно сэкономили есть только акселерометр освещения приближения кстати приближение работает в принципе нормально не магнитометра не гироскопа к сожалению нет далее по батареи и автономности в аппарате стран литийный аккумулятор емкостью 5160 миллиампер часов есть быстрая зарядка до 17 ватт по протоколу mtk power delivery от 0 до 100 процентов аппарат заряжается за 1 час 40 минут и тесты автономности честно говоря я не питал никаких особых надежд но аппарат меня приятно удивил youtube 10 860 кадров 200 нит яркости 12 часов 32 минуты смог крутить видео это не рекордный но вполне приемлемый результат особенно учитывая происхождение данного аппарата 3 тишина как правило не показывает высоких тестов автономности далее mx player видео оффлайн аппаратное декодирование 10 80 30 кадров 15 часов 12 минут также вполне достойно батарейный тест пакета писемарк показал три наши 32 минуты что тоже является хорошим результатом и последний тест это игровая производительность pubg мобайл за один час игры унес 13 процентов заряда что тоже вполне прилично из всех сделанных тестов можно сделать вывод что автономностью аппарата можно сказать хорошая следующий пункт это навигация аппарат умеет работать со спутниковыми системами gps глонас байду и галилео диапазон приемника только 1 количество спутников достаточная но вот что меня порадовало это точность работы этим он как раз и отличается от всех своих собратьев по этой однокристалке потому что ведет по дорогам очень точно и своевременно показывает повороты все в движении конечно же потому что на месте он этого делать не умеет поскольку магнитный датчик у него отсутствует но однако навигация даже в пешеходном режиме как вы можете видеть по записи экрана демонстрирует вполне точное позиционирование и значит при автомобильной навигации у вас тоже будет все отлично и своевременно отображаться далее вай фай аппарат имеет двухдиапазонный приемник 245 гигагерц поддерживает протоколы и бден и си на 24 скорость подключения у нас составляет аж 200 мегабит в секунду чувствительность через одну стену от роутера максимально показывает аппарат и скорости вполне неплохие для такого подключения практически максимально для моих 100 мегабит сам глухом месте квартиры с двумя зеркалами двумя кирпичными стенами сигнал выходит чуть-чуть только из зеленой зоны скорости при этом несколько снижаются на это 2 и 4 как говорится загажен он основательно 5 герцовый диапазон здесь уже мы имеем скорость подключения 292 передача и получение 390 мегабит в секунду чувствительность вот тут несколько ниже чем хотелось бы обычно видеть на 5 герцовом диапазоне вышла из минус 50 стрелка скорости при этом максимальный для моего провайдера демонстрирует аппарат сам глухом месте квартиры ушел за минус 70 тоже результат такой ближе к четверке уже скорости при этом правда практически никак не изменились в общем вай фай можно поставить 5 с небольшим минусом за низкую чувствительность 5 герцового диапазона которая впрочем особенно на скорости работы никак не сказывается далее работа 4g lte и голосовые вызовы аппарат имеет все необходимые бэнд м частоты для работы в наших сетях на 2g 3g и вот 4g 1 3 5 7 8 20 всем присутствует скорости которые демонстрирует аппарат также очень порадовали результат максимальный мной зафиксирован 116 мегабит в секунду что для ультрабюджетника особенно на юнисок очень хорошо тем более что это все было достигнуто на lte плюс то есть 4g плюс как видите lte advanced или вот есть ей то есть агрегация частот в этом смартфоне вот он этот тест поддерживается lte плюс значок как видите присутствует касательно голосовых вызовов никаких проблем совершенно не возникло хорошего качества и разговорный динамик и микрофон слушаем как обычно пример проверяем качество работы микрофона в смартфоне hot wav note 13 pro а также смотрим как работает датчик приближения в этом аппарате срабатывает не очень быстро на включение на включение нормально но тем не менее работает хорошо 1 2 1 1 2 3 сосисочная в условиях слабого сигнала сотовой сети hot wav note 13 pro показал немного меньшую чем мой one plus 9 pro но вполне стабильную чувствительность никаких отвалов 4g до 3g и тем более до gsm в процессе тестирования не наблюдалось далее по системе и настройкам аппарат работает на 13 версии android и оболочка у него по всей видимости своя потому что отличаются и настройки от стокового чистого андроида и в общем-то настройки ланчера тоже можно сказать более широкий однако местами как видите проскальзывает английский язык но собственно это работе смартфона никак не мешает по настройкам вайфа я вам уже все рассказал по bluetooth у нас пятая версия поддержка кодеков продвинутых нету только базовый sbc sim карты это выбор мобильная сеть есть у нас объем тим вайфай не наблюдается точка доступа естественно можно использовать как вайфай модем монет волк сен коннектор с немного английского языка здесь у нас есть настройки подключения в которых мы видим nfc прекрасно работающие с мир пм без проблем можно добавлять карты также присутствует у нас трансляция экрана android auto и поддерживается смартфоном от и джи подключения правда накопители по умолчанию видит формате только fat и xfat экран темная светлая тема адаптивная яркость здесь у нас есть обои и стиль некоторое количество встроенных обоев charging animation можно менять анимацию зарядки не правда ли очень напоминает милай нужно вот такой вот провокационный поставить чтобы пугать кого-нибудь из друзей масштаб и текст регулируется в огромных пределах я еще поставил не самый максимальный и мне вполне нормально цветовой режим температура есть регулировка по всему цветовому кругу это не может не радовать я ставлю автоматическую контрастность и стандарт мне кажется в этом режиме дисплей оптимальный я люблю чуть-чуть похолоднее он такое есть на самом деле и внизу у нас есть последний пункт это регулировка частоты экрана здесь на работает очень корректно авто это значит у нас до 90 герц максимальная а в приложениях типа youtube а она снижается автоматически если же мы выставим 90 герц принудительно то у нас будет везде 90 герц во всех приложениях панель навигации у нас настройка либо жестами либо кнопками причем довольно расширенная настройка виртуальных кнопок тут есть различные ее варианты здесь отображаются но я естественно пользуюсь жестами звуки вибрация 4 регулировки отдельные установка notifications что очень мило и напоминает да не кажется вам тоже местами выбор отклик настройки как в 13 андроиде тонкие его ну и все остальное примерно как в чистом андроиде дальше у нас приложение настройки всех приложений уведомления нормально все приходит от всего безопасность сканер отпечатка пальца работает не супер быстро но вполне себе уверенно распознает дабл тапа к сожалению и нет в этом аппарате распознавание по лицу также работает хорошо вот даже в очках меня узнает intelligent assistance пункт здесь различные жесты находятся правда к сожалению тут нету на болтапа на включение отключения но тем не менее что то есть нас есть конечно тремя пальцем есть smart управления жесты вот такие вот smart motion тут же у нас находится сайт application bar это вот это вот самая боковая панель который есть на многих аппаратах не нужно нужно выключить и она вызываться не будет батарея здесь нас показывается расход батареи как положено режимы энергосбережения всячески присутствует также есть управление и авто запуском и блокировкой приложений и оптимизации таскать в режиме ожидания в общем все нужные настройки присутствуют в полном объеме пароль аккаунты система тут у нас резервное копирование и обновление системы установлена прошивка от 5 июля пока больше не обновлялась в общем и целом работа оболочки меня очень порадовала довольно плавно все хорошо никаких лагов тормозов мною не замечено вот обратите внимание как крутится лента в браузере иногда может чуть-чуть лагануть вот это вот анимация сворачивания разворачивания кошек но это бывает очень редко с оперативной памятью аппарат также работает достаточно хорошо что-нибудь вот открывали марас в памяти держится в общем и целом радует работа с оператива x также есть нас примитивники но все же есть игровой режим есть детский режим под паролем все это дело и вот такой набор инструментов которые характерны для защищенных смартфонов вообще в принципе настянули спортивный отвес ну есть и есть как говорится хуже от этого не станет шторка кстати вот такая вот интересная оболочка и главное неплохо работающий следующий пункт это мультимедиа на ю тубе смартфон умеет крутить видео до 1080 и через mx player поддерживает 4k воспреждений оффлайн видео но только в программном режиме динамика в аппарате только один давайте послушаем его качество как он звучит динамик совершенно ничем не выдающийся не особой детализации не низких частот у него и нету единственное что у него неплохой запас громкости значит три с половиной миллиметра у этого аппарата нету ах по юсбиси звук он выводить конечно же умеет и я тестировал с евгеновскими избиси наушниками простенькими звук через power amp конечно же свой любимый сейчас покажу скриншоты звук в принципе очень даже неплохой ничего конечно фантастического нет это но и отвратительного тоже при подключении избиться по внешнему звук становится значительно лучше и уже нормально можно так сказать музыку слушать по bluetooth кодек тока sbc до звуковое разрешение невысокое но тоже нормальный вполне среднее звучание по крайней мере никаких искажений артефактов замечено не было из других мультимедийных возможностей есть запись видео с экрана конечно же есть диктофон который записывает файлы в mp3 между прочим и есть fm-радио но к сожалению это fm-радио не работает она запускается включаю наушники на который она требует запускаю fm-радио но увы никакого приема не происходит потому что подключенные наушники как говорится и активирует программу радио но антенны они не являются такой бак наблюдается на множестве смартфонов с usb type-c и встроенным fm-радио почему так делают не знаю неужели нельзя где-нибудь антенну внутри развести непонятно а также в этом смартфоне отсутствует запись разговоров в звонилке в принципе и и здесь нету вот так вот звонилка выглядит чистая гугловская без какой-либо записи ну и напоследок как всегда по камере качестве основного установлен 5 7 мегапиксельный модуль правда производитель установить не удалось но либо samsung либо хайникс я думаю что это обычный этот samsung g n1 с диафрагмой 18 12 5 мегапикселей в режиме беннинга делает фотографии второй модуль здесь 008 мегапиксель для размытия заднего фона и фронталка на 16 мегапикселей диафрагмой 20 программа камеры выглядит следующим образом панорама портрет режим про ручные настройки имеются 50 мегапикселей бесполезные в этом смартфоне фото если у нас есть вспышка google lens режим hdr который слова говоря не работает улучшение лица фильтры и вот такие вот настройки в режиме фото видео присутствует также подсветка вспышкой и настройки в которых мы видим даже стабилизацию но она как я уже сказал здесь не работает никакой стабилизации нет у данного аппарата в еще присутствует там лапс аудио фото режим ночной и распознавание qr кодов ну и давайте посмотрим какие фотографии может делать этот аппарат первое фото прекрасный солнечный день осенний здесь у меня включенным была функция из диарафта что-то я ее правда не наблюдаю но передний план при этом детализировано достаточно неплохо если посмотреть на дистанцию то даже вид накладка кирпичная на доме напротив и единственное что нет это толком небо весь ванну выбито далее любимый тест остановки смотрим передний план достаточно неплохо резко все по краю кадра есть небольшое размытие вот где центр хоккей как хоккей надпись если можете видеть листочки подарок под размыты по другому краю но тоже не и не очень резко однако вот номера машины переднем плане хорошо женщина двигается и грозы смотрит на меня сквозь очки 200 процентное увеличение остановки надписи не очень хорошо но все таки читаем и если задействовать режим 50 мегапикселей он у нас справа как можете видеть 24 вверх фотографии то никаких видимых улучшений мы к сожалению друзья не видим что слева 12 5 что справа 50 якобы и ступеньки даже присутствует короче говоря это чистой воды интерполяции толку от него в этом смартфоне никакого но такое прекрасное фото золотой осени позволяет сделать этот аппарат отживленное кольцо как всегда номера машин читаемые что ближних что в принципе дальних вывеска также с наименованиями улиц выглядит хорошо ну и на дальняк омега-ивушка dns евроспар надписи все различимы тест на надпись ломбард за стеклом 300 процентное увеличение и проходит видно надпись ломбард хоть и не идеально но это был очень яркий сон считается информация на почте с двух метров делаем фото и при 200 процентном увеличении текст конечно не идеальный но разборчивость у него стопроцентная в общем и целом на хорошем освещении аппарат позволяет сделать довольно приличные снимки единственное что ему не хватает это работа режима hdr на мой взгляд потому что темные участки он не вытаскивает фронтальная камера заявлено 16 мегапикселей но что-то я не резкости на 16 мегапикселей здесь не вижу а также цветопередача свалена особенно скинтон в какой-то красный общем обработкой все как-то грустноватенько есть портретный режим ничем особенно примечательным он не выделяется такая же красная морда у меня осталось но правда вырезано сказать достаточно ровно любимый киоск мамин хлеб попытался сделать фотографию с hdr включенным выключенным не а никакой разницы совершенно как можете видеть да потому что вот информация должна быть внутри здания и и в общем то практически не видно при этом сама картинка довольно неплохо выглядит и небо вроде как голубое да и по бокам есть размытие но какой-то не очень критичная в помещении ценники очень интересный результат я поймал это вот автоматический режим да кстати фокус периодически промахиваться если не показывать по точке автоматический режим посмотрите центр кадра весь мутный не фокусе но при этом по краю обратите внимание фокус есть если тапнуть по точке то у нас в центре фокус появляется но зато по краю все жутко размыто очень с небольшой дистанции вот такой вот странный эффект проявляется причем как вы видели на большом удалении прям дикого размытия не наблюдается вот еще одна неплохая фотография в общем днем если освещение позволяет сделать можно фото вполне достойно чего не скажешь о съемке вечернее время тут нас ждет полная фиаско по той простой причине что фокус отказывается наводиться в ручном в автоматическом режиме в обычном в ночном который тут не работает просто фокусировки как видите нет ни на одной из фотографий как я не пытался ничего мне не вышло фронтальная камера мыло мыльная да и скентон опять свален на этот раз в оранжевое в общем по ночному фото полный провал съемка при искусственном освещении тоже никакими особенно выдающимися результатами не блещет вот более или менее у меня фотография получилось 200 процентов увеличения до обоев практически нету информация в тенях отсутствует фотографии мыльные общем такое себе при этом режима портретный на основную камеру показал себя с небольшого состояния вполне неплохо резкий персонаж нормально вырезан даже с учетом моего сложного дивана и в общем-то общее качество фотографии даже можно сказать хорошая работа вспышки в полной темноте автоматический режим есть некоторые пересвет по экспозиции но и это сказывается на собственно буквах на деталях они все размыты это режим включенной вспышки по точке и уж подсветки я забыл в общем тоже такой же очень грустный результат запись видео как я уже сказал стабилизации нету разрешение 1080 30 на основную и 720 30 на фронтальную днем качество обычная качество записи видео смартфон hotwav note 13 pro 1080p 30 кадров стабилизация выключена поскольку пользоваться ей невозможно здесь она вызывает дикие тормоза звук моно аппарата один микрофон и смотрим как работает фокусировка но прилично вполне прилично запись видео на фронтальную камеру возможно только 720 и 30 кадров также стаба нету фактически экспозиция учитывая какой сегодня яркое солнце более-менее нормально а вот вечернее время нас ждет опять полная фиаско здесь падает частота кадров естественно никакой нету резкости и такое видео совершенно несмотребельно записи видео вечернее время 1080 30 кадров в секунду но это не 30 кадров начнем с этого фокус насчет пытается вроде навестись нам ну в общем так же как и фото практически провальное качество и запись видео на фронталку также частота кадров проседает 720p здесь у нас какие-то зайцы протирал в общем ничего хорошего по камере на этом все днем она может сделать вполне приемлемые даже неплохие фотографии вечером это полный провал в помещении также все грустно ну а видео вечернее время так это просто несмотребельно что по смартфону в целом если друзья отбросить вот эту вот айфона подобную внешность то в принципе за цену в 100 долларов а именно за такой прайс будут его предлагать начиная с 16 числа на распродаже это вполне себе крепкий ультрабюджетник да с посредственной камерой до из третьего эшелона со всеми вытекающими но с хорошим при этом экраном достаточной автономностью производительностью неплохой для повседнева вполне хорошей работой всех интерфейсов связи и не лагающий мрачно оболочкой и все бы ничего если вы 100 долларов были ну как раньше хотя бы рублей 70 80 а это сейчас на минуточку все-таки 10 тысяч рублей а за эту цену по скидкам конечно можно поискать каких-нибудь маркетплейсах и более интересные варианты хотя например младшим моделям от n phoenix этот аппарат вполне может составить конкуренцию на сегодня друзья у меня все спасибо всем за просмотр не забывайте подписываться на все мои ресурсы в соцсетях дзен телеграмм группа вконтакте всем мира добра до новых встреч пока